Верховная Рада намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. И сегодня нардепы сделали первый шаг к новым правилам. Что ждет теперь водителей и почему рассмотрение кадровых вопросов снова зашло в тупик? Об этом далее в материале. Как правило, в среду нардепы не особо рвутся в сессионный зал и в повестке дня только вопросы ратификации. Сегодня под куполом исключение. Депутаты взялись за законопроекты. Один из них – дополнение к Уголовному кодексу отдельной статьей, которая усиливает ответственность за пьяное вождение. Пьяный водитель – это убийца, который точно должен знать, что если он пьяный сидит за керой, то это будет одна дорога для него в тюрьму. Мы предлагаем драконную ответственность за пьянство за кермом. Когда зловили пьяным за кермом, на все життя позбавление прав и 5 лет в тюрьме. Когда пьяный за кермом выполнил ДТП с жертвами, на все життя позбавление прав и минимум 15 лет в тюрьме. Этот закон даст возможность сохранить жизнь тысяч и тысяч украинцев. Члены комитета 15 голосовами «за» ухвалили решение рекомендовать Верховной Раде Украине за данным разговором в первом читании принятие законопроект за основу. И при всей немногочисленности нардепов голосов для принятия документа хватило. Правда, его приняли только в первом чтении, а ко второму обещают еще раз подумать, за что и как наказывать. Это первое читание. Я думаю, до второго читания нужно прописать четкий механизм. И, соответственно, должна быть та градация, если это какая-то пивковка вина, и это будет квалифицироваться так, что ты будешь отбивать покарание в тюрьме на срок 5 лет, то это, наверное, за жестко. Поэтому завдание парламентаристов между первым и другим читанием – не работать те соответствующие изменения, те соответствующие поправки, которые бы сделали этот закон более логичным. Но после этого голосования остальные попытки нардепов что-то принять оказались четными. Безуспешным рискует стать и завтрашнее переизбирание Центризбиркома. Как мне известно, снова таки, от представителей Народного фронта, с ними, остаточное, блог Петра Порошенко так и не узгодил голосование. С этого привода они очень ображены. И на сегодняшний день, при этом, на вчера, на вечер, они не собирались голосовать за Центральную выборчую комиссию. Все, что нас держит от финального голосования, это, власне, встреча с этими кандидатами у нас на заседании фракции и вынесение этого вопроса в зал. Мы просто ждем, когда другие политические силы будут готовы. Кроме того, остается до сих пор неясно, как быть с тем, что кандидатов 14, а мест 13. А кроме того, кандидатуры от оппозиционного блока вообще не представлены. Центральная выборчая комиссия, я вообще не понимаю, как она может рассмотреться, при том, что не все фракции, даже кандидатами представлены, это треба, обязательно, парламентская асамблея Ради Европы. Поэтому я думаю, что тут нужно проводить далее консультации, находить 13 кандидатов на 13 мест. Одна фракция, один кандидат обязательно должен быть. Про пропорционы никто не говорит. Тогда только можно выходить на голосование. Как всегда в Украине, все политические договоренности достигаются в последнюю мить. Поэтому все переговоры будут продолжаться. Скорее всего, также избранники проводят консультации о снятии депутатской неприкосновенности. Думали, что в четверг этот вопрос тоже появится в зале. Но дальше разговоров не пошло. Остаточный порядок день не з'является в вечере. Давайте дочекаемся. Фракция Батьковщины будет голосовать за знание недоторганности. А единственное, что я могу зазначить, выставки Венецийской комиссии местят не то, что застережение, Венецийская комиссия против знания недоторганности, мотивирующая незнание именно тем, что у нас нет честных, независимых, правоохранных органов и судовой системы. Если будет внесен законопроект, что завтра снимать недоторганность, мы будем за это голосовать. Это была наша позиция. Я видел завтра порядок день, в нём этого вопроса нет. В нём даже нет вопроса про выплату зарплаты шахтарям. Уявите себе ситуацию, когда сегодня шахтарь отработали свой час, выдавали вугильник, отмотали его на станции. Станция отримала деньги за электроэнергию, а шахтарями не рассчитывали. Это граница, и завтра они прийдут сюда вымогать зарплату. Так что, если не бурное голосование, то страстью стен парламента точно будут и возможно. Повестка дня изменится. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Иван Гермаков, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер.